Из-за событий в Венесуэле можно сказать, что мир разделился надвое. Есть те, кто считает произошедшее установлением демократии и концом диктатуре Николаса Мадуро, но есть и те, для кого такой раздел власти государственный переворот и вмешательство третьих сторон во внутренние дела суверенного государства. США и Канада, некоторые латиноамериканские страны, а также ряд ключевых европейских политиков, поддерживают самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Россия, Турция, Куба и Боливия по ту сторону баррикад. Для них легитимным главой государства все еще остается Николас Мадуро. И те, и другие уже приступили к активному лоббированию своих интересов. Какие цели они преследуют, еще предстоит разобраться. Вчера члены постоянного Совета организации американских государств провели внеочередную сессию в Вашингтоне. Именно там государственный секретарь США Майк Пампео потребовал страны-участниц признать новым главой Венесуэлы Хуана Гуайдо. Время, отведенное на переговоры, истекло. Режим бывшего президента Мадуро нелегитимный. Его администрация, моральные банкроты, они некомпетентны в экономике. Все эшелоны власти поражены коррупцией. Там антидемократично все до мозга костей. США не пришли к такому выводу за одну ночь. Мы основываемся на нашем горьком опыте. Наша страна готова предоставить гуманитарную помощь в размере 20 миллионов долларов венесуэльскому народу как можно скорее. Несмотря на жесткое давление извне, администрация действующего президента фактически все еще у власти. Их поддерживает не только армия страны, но и государственные институты. Накануне Верховный суд Венесуэлы опубликовал заявление, в котором говорится, что единственным законным главой государства считается Николас Мадуро. С похожей речью также выступил министр обороны Владимир Падрино Лопес. Я предостерегаю жителей Венесуэлы и подчеркиваю, что переворот организован против наших институтов демократии, конституции и президента Николаса Мадуро. Мы категорически отвергаем любые незаконные действия, посредством которых в нашей стране пытаются создать параллельное правительство. Мы самым решительным образом отвергаем такие попытки со стороны иностранных государств. Сегодня всем очевидно, что конфликт быстро не решится. Казалось бы, проблемы Венесуэлы каким-то образом резко превратились в международные. Но неудивительно, эта южноамериканская страна добывает много нефти. Даже если для европейских рынков потеря несущественна, то для США ощутимо. Более половины своей нефти Венесуэла поставляет в Штаты. Но политические изменения в государстве также отреагировали в России. Как выяснилось, у российских и венесуэльских компаний тесные связи на протяжении вот уже 18 лет. Накануне акции Роснефти ушли вниз на 2,5%. Компания участвует в совместных проектах с местными предприятиями. Теперь инвесторы опасаются за долю и добычу Роснефти. Они договаривались обо всех условиях с Николасом Мадуро и после отстранения президента, может потерять имевшиеся преференции. Латиноамериканские события могут иметь для Роснефти негативные последствия. Компании являются одним из якорных инвесторов Венесуэлы. Общий объем долга страны перед Роснефтью превышает 3 миллиарда долларов. Смена власти не только ставит под сомнение будущие проекты, но и создает неопределенность вокруг этого долга. Для США смена власти похожа на руку. Более лояльная к Вашингтону правительство увеличивает шансы притока инвестиций и развития нефтяной промышленности в Венесуэле. А в случае, если Мадуро все-таки удержит власть, то вероятность расширения санкций США в отношении Венесуэлы резко возрастает. Учитывая то, что в ноябре администрация Дональда Трампа восстановила ограничения против Ирана, поставляющего значительное количество нефти, такой шаг может оказаться опасным. Наш инвестиционный банк уже сейчас прогнозирует, что в 2019 году поставки нефти из Венесуэлы сократятся на дополнительные 300-500 тысяч баррелей в сутки. Если администрация Трампа все-таки введет энергетические санкции, то это приведет к ограничению потока баррелей уже из двух стран ОПЕК, добывающих нефть. Ее трудно будет заменить. У меня на этом все. Мы продолжим следить за событиями в Венесуэле. Спасибо, Женя, за обзор.